Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Тем, кто не выращивает виноград на участке, предлагаю, давайте выращивать. Это не так трудно, как вам кажется, если не гнаться за рекордами. В детстве помню, если у кого-то появлялось новое комнатное растение, то мы просили дать отросточек. Отросток, как правило, укоренялся и все оставались довольными. И сейчас, на вербное воскресенье, покупаем букетик вербы, ставим его в воду. И через некоторое время наблюдаем появление корней. Так вот, виноград также просто дает корни. Когда вы решите на участке завести виноград, то проще всего самим укоренить веточку. С покупным виноградом больше мороки, особенно если нет опыта. Бывает, виноград не приживается или не успевает вызреть к зиме, или после первой же зимовки погибает. Где взять веточки для укоренения? В виноградаре называют эти ветки чубуками или черенками. Проще всего у соседей, потому что у них виноград проверенный. И когда они будут обрезать виноград осенью, у них останется много веток, которые они, скорее всего, сожгут. Когда лучше заготавливать черенки? Если соседи обрезают виноград осенью, то осенью, а если весной, то можно и весной. Причем осенью для этого не обязательно ждать первых заморозков. И осенью, на мой взгляд, предпочтительнее, так как зимой вы уже можете начать его укоренять. У винограда будет больше времени для роста и возревания. Как выбрать черенки? Самое главное, они должны быть молодыми, однолетними, то, что выросло этим летом. Даже если соседи заняты и не могут вам объяснить, что к чему. Посмотрите, однолетние побеги, они молодые, это сразу видно. Они даже от прошлогодних отличаются. Вот сравните, это молодой, а этот-то прошлогодний. Далее, побеги должны быть зрелыми. Виноградари, говорят, вызревшими, то есть коричневого цвета, не зеленого. Опытные виноградари советуют для надежности слегка согнуть коричневый побег, вызревший, и сдаст легкий хруст. И побег должен быть коричневым по всей длине. Какой толщины лучше брать побеги? Вот у меня карандаш. Это 7 мм. Нужно взять немного толще. Но здесь не работает правило, чем толще, тем лучше. Вот ручка 12 мм. Оптимально от 8 до 12, ну, 14 мм. Какой длины должны быть черенки? Около 40 см. На них должно быть 2-3 между узлей или 3-4 глазка. Что это такое? Вот посмотрите, на этом месте рос лист. Теперь здесь почка или узел или глазок. Вот сколько названий. А расстояние между узлами это и есть между узлей. И расстояние между узлами тоже не должно быть очень большим. Старайтесь выбирать черенки ровные. Для этого подойдут отрезки из средней части растения. Вот посмотрите, здесь они изогнутые, с краю тонкие и невызревшие, а в середине в самый раз. Как сделать срез? Так как меня смотрят начинающие, то зимой, когда вы достанете черенки, трудно будет определить, где у них вверх, а где низ. Поэтому сейчас для себя решите, например, нижний срез делать немного наискось и срезайте посередине между узлей. Вот так. А верхний срез делать прямо и также посередине между двух узлов. Обращаю внимание, не следует делать срез близко к почке. Весной или зимой, когда нужно будет укоренять, срез придется обновлять. Что делать с листьями, если они есть на обрезанных ветках? Просто аккуратно срежьте их или оборвите, но только в том случае, если они сами легко отделяются. Не нужно силой их отрывать. Также нужно удалить усики и, если есть, пасынки. Замечено, и не только мной, что если, например, вы ставите ветки смородины в воду, то корешки быстрее появляются, если вы ставите сразу несколько веточек в одну емкость. А если только одна ветка, то корни на ней появляются позже. Поэтому для хранения нужно взять несколько чубуков вместе, перевязать их, пометить этикеткой с названием сорта, если он есть, и обмотать стрейч-пленкой или просто пленкой. Причем подготовленный к хранению материал не должен долго оставаться на открытом воздухе. Черенки могут подсохнуть, а это не очень хорошо для дальнейшего укоренения. Еще лучше перед закладкой на хранение, если вы положите черенки в воду на сутки, чтобы они как следует напитались водой. И потом обработайте 3-4% раствором железного купороса. Просто нужно взять связанные пучки и провести опрыскивание. Хранить можно в холодильнике, в подвале, погребе, подполе при невысокой положительной температуре. Некоторые для хранения черенки закапывают в землю или в песок на огороде или в саду. Но этот вариант мне меньше нравится, так как мыши могут испортить посадочный материал. И весной придется ждать, когда растает снег, для того, чтобы достать эти черенки. А мы-то хотим начать укоренять как можно раньше. Если черенки хранятся в холодильнике, то их время от времени нужно доставать и осматривать, проветривать. Некоторые советуют замотать нижний срез черенков влажной тряпочкой, а кто-то рекомендует запарафинить их. Ничего сложного в принципе заготовки черенков нет. А когда придет время, то расскажу, как буду укоренять. Поверьте, нужно очень постараться, чтобы черенки не укоренились. Виноград растение чрезвычайно живучее. В самом начале, когда я первый раз нарезала много черенков, и они все не уместились в холодильник, то какое-то количество я поставила в воду в банку на подоконник. И очень удивилась, когда обнаружила появление корней. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Дерзайте! Если не хочется заморачиваться с укоренением черенков, то можно, конечно, купить готовый саженец, но лучше это делать весной. Осенью, если нет опыта, лучше не экспериментировать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!